Всем привет! Сегодня приготовим один из моих любимых салатов, узбекский салат Ташкент. Изначально он назывался салат Узбекистан в честь одноименного ресторана. А так как в узбекской кухне нет национальных салатов, его рецепт был разработан специально для первого ресторана узбекской кухни в Москве, открывшегося аж в 1951 году. В дальнейшем рецепт этого салата ушел в массы, распространился по всему Советскому Союзу, а его название из торжественного Узбекистана плавно перетекло в более простое – Ташкент. А для его приготовления нам понадобится Редис дайкон, одна штука, примерно 500 грамм. 300 грамм отварной говядины, 2 луковицы среднего размера, 100 грамм майонеза, соль, перец, паприка по вкусу, вареные яйца для подачи, зелень, кинза или петрушка по вашему вкусу, и немного растительного масла для обжаривания лука. Я беру редис дайкон, потому что он менее острый и очень сочный, но в классическом рецепте используется обычная зеленая редька. Можете взять и ее, только учтите, что она более острая и немного горчит. Ее следует вымачивать в ледяной воде около двух часов. Говядину я предварительно отварила, яйца тоже сварены вкрутую. Ну что, давайте приступим к приготовлению. Лук чистим и нарезаем полукольцами. Обжариваем его на подсолнечном масле до золотистого цвета. Выкладываем на бумажное полотенце или салфетку, чтобы убрать лишнее масло. Редис чистим и шинкуем тонкой соломкой. Можно воспользоваться шинковкой или сделать это вручную. Отправляем в емкость, где будем смешивать салат. Говядину нарезаем, примерно так же, как редис, соломкой. И отправляем к редису. Туда же выкладываем обжаренный лук. Добавляем специи, соль, перец и паприку. Щепотку паприки оставьте для украшения. Заправляем майонезом и хорошо перемешиваем. Майонез можно взять готовый, а можно приготовить самостоятельно. Ссылка будет в правом верхнем углу. Все, наш салат готов. Осталось только подготовить подачу. Выложите салат на тарелку гортой. Украсьте дольками яиц, свежей зеленью. Присыпьте паприкой. Все готово. Этот салат не только вкусный и красивый, что его можно поставить на праздничный стол, но еще и очень полезный. Подавайте к столу и сразу кушайте. Я уверена, вам понравится. Приятного аппетита! Полный список ингредиентов и подробный рецепт, как всегда, найдете в описании под видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, кто еще этого не сделал. Балуйте себя и своих близких. Пока-пока! Сегодня готовим мой любимый, точнее, один из самых любимых, еще раз, в честь одноименного ресторана. 1900... ой! Итак, для приготовления вы... Открывшегося тысячи... тысячи... Я беру редис дайкон, потому что он более сочный и не такой острый. Я беру редис дайкон, потому что он менее острый и очень сочный. Горядину... Добавляю к'ao! fell